Сегодня, в 21 веке, в 4 километрах от Москвы, мы живем как в Средневековье, вот мягко говоря, как в Средневековье. До нас никак не дойдет цивилизация. Надежда Шкловская приобрела участок в Солнечном острове еще в 2015 году. Тогда же женщина заплатила более полумиллиона рублей за коммуникации, которые застройщик должен был подвезти в течение двух лет. Прошло уже пять, но вопрос, где газ, по-прежнему без ответа. Есть у нас застройщики, которые нам обещают уже, начиная с 2012 года, что здесь будет газ, канализация, вода, электричество. С этих трех, с четырех коммуникаций газ, скажем, каждый год обещание, электричество сделала МАЭСК за них, канализация и вода вообще отказаны. Так Солнечный остров превратился действительно в остров без газа, воды, канализации. Удалось подключить лишь свет, и то благодаря вмешательству администрации Ленинского городского округа. Всего заложниками ситуации стали более 500 семей. Люди устали от бесконечных обещаний и переносов сроков из года в год. В этом сезоне газа не будет в домах, да? Скорее всего нет, потому что дорожные работы начнутся с конца ноября. Начнутся подключения домов ориентировочно в февраль-март следующего года. С приближением зимы отсутствие газа становится более ощутимым. У кого-то из газгольдера в основном же дома отапливаются электричеством, которое, к слову, отключается здесь достаточно часто и надолго. Тогда местным жителям точно не позавидуешь. Екатерине Егоровой, маме двух малышей, приходится в такие моменты укутывать детей слоями одежды. Если долго вообще нет электричества, то остывает дом где-то до 16 градусов, особенно если ночью спишь, мы на ночь котел включаем, чтобы хоть как-то нагреть дом. Ну, посильнее мощность включаем. Если ночью нет, то как бы у нас дом вообще остывает. Да и суммы за тепло получаются ощутимые. В среднем за сезон на дом уходит 70-100 тысяч рублей, иногда больше. Очень высок и прайс застройщика за решение газового вопроса. Причем с каждым днем аппетиты только растут. Вы же говорили, 350 тысяч за разрешение к подключению. После прохождения экспертизы. То есть, возможно, будет еще больше. Возможно, да. Возможно, будет больше. После экспертизы. Это в то время, когда Владимир Владимирович пообещал бесплатное подключение к каждому дому в Московской области. То есть, мы должны здесь заплатить под 350 тысяч и выше когда-то. Выходом из ситуации может стать коллективный договор. Мы, жители, хотели отдельный коллективный договор составлять. Исключая вот эту компанию застройщика, чтобы просто каждый житель внес какие-то деньги. И мы уже для себя сами провели эту сеть. Плюсом такого договора стало бы подведение газа воздушным путем. Так как прокладка по земле, предлагаемая застройщикам, по мнению жителей, навсегда лишит их перспективы провести централизованные воду и канализацию. Она и так тумана. Ведь дороги в Солнечном острове являются не общей собственностью, а принадлежат застройщику. Диалог с которым становится все более сложным. Доверия нет. То есть, хочется какую-то альтернативу все-таки от государства. И чтобы нам не указывали там тарифы, тарифы за обслуживание этих сетей. Не дай бог тут что-то взорвется. Я не знаю, кто за это дело отвечать будет. Мне кажется, что вот такой вещью должно заниматься государство. Наша телекомпания продолжит следить за ситуацией в Солнечном острове. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.